Всем привет, друзья! С вами Снежана и OpenMalta, и мы продолжаем нашу серию роликов «Внимание!». Будем сегодня вам рассказывать про штрафы, куда вам стоит обратить свое внимание, чтобы не потерять никакие свои денежные средства. Поехали! Мусор. Ребята, на Мальте его сортируют. Вам выдадут различного цвета пакеты, график, когда и в какое время надо его выносить и где оставлять. Это надо строго соблюдать. Такую информацию вы получите сразу же при вашем заселении. Либо это будет резиденция школы, либо это будет размещение от владельца. Поверьте, вам об этом расскажут, потому что штрафы в 150 евро никто платить не хочет. Чтобы не попасть на такие штрафы, соблюдайте все правила, которые описаны в правилах сортировки. Не выбрасывайте тот мусор, который должен быть в черном пакете, в серый пакет. Ну и не выносите его заранее или после времени, когда проезжает машина, которая собирает эти пакеты. Чтобы вы не попали на эти штрафы, еще маленький лайфхак от нас. Не выкидывайте никогда никакие бумажки, письма, документы, что угодно с вашим именем. Потому что штраф прилетит очень часто именно на это имя, потому что есть специальные люди, которые разворачивают неправильные пакеты, проверяют там содержимое, находят какую-нибудь бумажку с именем человека и присылают ему штраф в 150 евро. А спаривать долго и неприятно, надо идти в суд. Даже если вы снимаете это жилье, владелец может вполне удержать у вас из депозита данную сумму. Поэтому будьте внимательны и осторожны с мусором. Безбилетный проезд в автобусах. Смотрите, когда вы заходите в автобус, вы там оплачиваете свой проезд. Вне сезона это 1,5 евро, вне сезона это 2 евро. Или же вы оформляете себе вот такую вот длительную карточку. Далее, у вас действующий билет, вот этот, который вы получили на входе, он работает только 2 часа. Вот в течение этих 2 часов вы можете поменять неограниченное количество автобусов. Но далее срок истекает и вы уже не можете использовать этот билет. Если так получится, что вы вот с таким вот билетом будете в автобусе, когда туда придут проверяющие, или возьмете вот такой вот длительный проездной билет чужого человека, а сзади здесь, если что, пропечатывается фотография этого человека, то вас поймают и выпишут вам штраф целых 50 евро. Очень неприятная ситуация, поэтому не нужно ее создавать. Курение в общественных закрытых местах, кафе, ресторанах, ночных клубах строго запрещено. Штрафы застигают несколько сотен евро. Поверьте, если вы не видите рядом с собой полицейских, вы видите рядом с собой других людей, которые вдруг курят, не берите с них пример, выйдите на улицу, покурите там и вернитесь назад. Потому что на Мальте есть такие люди в черной одежде, абсолютно штатской, они не выглядят как полицейские, но они подойдут к вам и выпишут вам такой штраф. Такие же точно люди были вновь замечены в валете, потому что они там следят за теми, кто кидает бычки на улицу. Также сотни евро в штрафах, потому что здесь так не принято и за это строго наказывают. Теперь информация для студентов языковых школ. Если вы забронировали и оплатили свой курс на Мальте, а потом вдруг резко передумали ехать и осталось тут до этого курса всего ничего, учтите, школа может вам просто не вернуть оплаченные вами деньги. Потому что школа планирует свое количество учителей, в общем, они вам долго и нудно будут рассказывать, они вас отправят к их Terms and Conditions. Это условия школы, которые выложены на сайте каждой школы, их внимательно нужно прочитать в плане возвратов. Чтобы не попасть на штрафы при возврате средств школы, во-первых, вы должны сказать сильно заранее, что вы передумали ехать и объяснить причину. Далее, конечно же, изучить эти правила. Если у вас был отказ в визе, то предоставить письменный отказ в этой визе, тогда школа вам возвращает средства за минусом какого-то установленного школы регистрационного сбора. Автомобили. Если вы хотите приехать на Мальту и водить здесь автомобиль, взять, например, его в аренду, учтите, что Мальта вся буквально напичкана камерами, которые следят за вашим поведением на дорогах. То есть, если вы превысите скорость или остановитесь буквально несколько секунд в местах, которые не предназначены для парковки и остановки, они отмечены желтым цветом, то ближайшая камера вас выловит и пришлет вам штраф. Не рассчитывайте на то, что, допустим, у вас арендованная машина, и штраф вас не догонит. Догонит. Ваша карточка привязана к договору аренды машины, и так или иначе вы его получите. Также учтите, когда вы берете автомобиль в аренду, просмотрите его весь внимательно и скрупулезно на предмет повреждений, потому что потом владелец может осмотреть этот автомобиль, найти повреждения и выставить именно вам счет за него. Хотя это может быть были и не вы, но уже не докажете. И еще один момент. Когда вы берете автомобиль с полным баком бензина, вернуть вы его должны также с полным баком бензина. Если это будет не так, то владелец может удержать у вас достаточно большую сумму денег. Проще заехать на заправку. И, наконец, завершающий пункт – это аренда жилья. Смотрите, там вы оплачиваете депозит при въезде. Мы сейчас говорим об аренде квартиры или комнаты, когда вы получаете контракт. Вот в этом контракте наверняка будет прописана дата, когда контракт завершается. И вот там будут также условия, если вы выезжаете раньше, то вы теряете депозит, оплаченный при въезде. Чтобы этого не произошло, попробуйте поговорить с хозяином заранее. О том, что вы, допустим, уведомите его за месяц или за два до выезда. О том, что вы съезжаете раньше срока. То есть у него будет физическое время найти других квартиросъемщиков. Таким образом, вы снизите существенно себе шансы на потерю депозита за раннее прерывание контракта. Ну и, конечно же, учтите тот факт, что хозяин придет и будет достаточно скрупулезно проверять квартиру, проверять все вещи внутри, чтобы там не было никаких повреждений. Если вы что-то вдруг сломали, почините, потому что починка какого-то предмета мебели выйдет вам гораздо дешевле, чем вам посчитает хозяин жилья. На этом все. С вами была Снежана и OpenMalta. Надеюсь, эта информация будет вам полезной. Будьте осторожны, не теряйте свои кровно заработанные денежки. Всего доброго, удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok